Помочь пенсионеру, животному или нуждающемуся. Раньше это называлось добродетелю. А в наше время такие поступки называются волонтерство. Так кто такие волонтеры и в чем их заслуга? Ярчайший пример волонтерства из недавнего прошлого – Тимуровское движение СССР. Тогда их насчитывалось около двух миллионов человек. Это было совершенно необычное для того времени явление, потому что работа тимуровских команд была основана на самостоятельности и осуществлялась по инициативе самих ребят. Деятельность тимуровцев носила ярко выраженную общественно полезную направленность. В современном понимании волонтеры в России появились в 90-х годах прошлого века. И вот спустя более чем 20 лет это движение охватило, пожалуй, все регионы и области России. Это очень интересно. Ты работаешь с очень интересными, креативными людьми, разносторонними, которые всегда помогут. Также вдобавок к этому приносит огромное удовольствие то, что ты помогаешь своему городу, людям, которые тут живут. Екатерина – юный волонтер и доброволец из Десногорска. Своё бескорыстное служение обществу она начала два года назад. Говорит, что решила помочь сделать этот мир лучше. И действительно, потребность общества в человечности – пожалуй, главная движущая сила этого нового элемента массовой культуры. Но несмотря на актуальность движения, пока это лишь капля в море. Для волонтерства не требуется каких-то сверхъестественных умений. Просто должен быть ты, который поможет хоть в чём-то, просто чтобы был, поддержка та же самая. Одна из аксиом движения – добровольное начало. Бесплатно и бескорыстно жертвовать свои силы на благо других готовы не все. Тем более, что для этого нужно не только желание, но и время. Хотела бы, но я уже никто в мозг, чтобы быть волонтером. А можно я? Наверное, нет, потому что очень мало времени из-за учёбы. Но в то же время хотел бы, потому что это помощь людям. Почему бы и нет? Ну, это как бы доброе дело. Надо делать. Я и так стараюсь, я и так волонтер, грубо говоря. Ну, вот именно по жизни. Несмотря на неоднозначные мнения, общероссийская тенденция говорит о многом. За 2018 год число волонтеров стало в два раза больше, чем было годом ранее. А число запросов в интернете «Как стать волонтером?» увеличилось в два с половиной раза. Но и задачи этого движения теперь удивляют своим разнообразием. Как и прежде, волонтерство является синонимом слова «добродетель». Но суть этого понятия уже искажена. Многие волонтеры думают не о помощи окружающим, а о красивой обложке под названием «волонтерство». Яркие мероприятия, как, например, чемпионат мира по футболу или встреча иностранных делегаций, привлекает огромное количество добровольцев. Но и берут на подобные события далеко не каждого. Такая волонтерская карьерная лестница, безусловно, дает массу возможностей. Практикуются навыки общения, владение иностранным языком, появляются полезные знакомства. Но добродетель ли это в привычном понимании – вопрос спорный. Ведь волонтерство, в первую очередь, это искренний, бескорыстный труд, не требующий признаний и афиширования.